Мы уже с вами не раз беседовали о Дональде Трампе, но, знаете, даже среди российских либералов идут сейчас нешуточные дискуссии о личности. Да, дураки, я вам сразу скажу, слушайте, дураки есть везде. О личности Трампа, Хиллари Клинтон. А вот что вы на эту тему думаете? Причем, я подчеркну, с точки зрения проблем российских. Ну, понятное дело, что 8 ноября или когда там в США будет выбирать, судя по нашей прессе, просто президент России? Ну, кто еще будет заниматься пенсиями, кто будет ответственен за разломанные дороги в России? Конечно, президент Америки, это понятно. Кто будет мочиться в подъездах? Ну, это нет, здесь еще очень много, конечно, работает, в общем, Конгресс США. Да, и вот лично сенатор Маккейн, он обходит ночью Хрущевки. Ну, да. Так вот, смотрите, я никогда не меняю своей точки зрения, потому что если я ее когда-то высказываю, то она уже основана на серьезном анализе. Если я однажды, несколько месяцев назад поддержал в интервью Трампа, значит, я и не буду эту точку зрения менять, а только буду, так сказать, в ней утверждать, что я и делаю. Я недавно поглядел. Вообще, давайте так, вот наши крикуны, они почему-то все-таки живут по, как сказать, по указке Путина. Вот если Путин что-то говорит, допустим, этого любить, этого не любить, и, соответственно, они из этого исходят. Все, у них нет своей жизни, своего мнения, своей концепции, да, ничего нет. Вот Путин почему-то ухватился за выдуманную им соломинку Трамп. Да, вот просто, кто вам сказал, что Путин не ошибся? Вот кто нашим малахольным либералам и действительно замученным войной украинцам, которые также, значит, думают, что если Путин что-то сказал хорошее про Трампа, значит, все. Вот кто им сказал, что Путин не ошибся, да, и просто психологически не держится за соломинку, которая окажется бревном, под которым можно легко утонуть, просто потому что она упадет сверху. Да, я не знаю. Значит, я вам рассказываю, я вам рассказываю, как оно есть. Трамп – это республиканцы. У республиканцев вообще в Америке, вообще в Америке, внешнюю политику определяет не столько президент, сколько администрация президента. Администрация республиканских президентов – это очень жесткий всегда наезд на различного рода диктаторов в мире. Я напомню, что именно Тэтчер и Рейган добили загнивающую империю зла. Я напомню, что именно при леваках и социалистах, когда они были у власти и есть во Франции, Алян в США, Обама и та же Хиллари, она уже госсекретарь. Именно при них хапнули Крым, именно при них идет ситуация на Донбассе, разворачивается. Так чего же вы хотите, чтобы это продолжилось? Вы хотите, чтобы это продолжилось или как? Трамп – это плоть от плоти Америки, это чистая американская мечта, реально классный парень, обаятельный, легкий, дельный, очень дельный парень, которому, конечно, плевать абсолютно на Россию и на то, что происходит вокруг, и он даже не заморачивается этим. Но когда он станет президентом, он будет вынужден послушать 2-3 доклада своих генералов и администраторов, и тогда администрация его вместе с ним примет правильное совершенно решение, которое никогда не хватит сил принять у Клинтона, как бы она по бабе не обижалась на взлом почты и все прочее. Да, то есть, конечно, это обид сыграет роль, но, в общем, несерьезный, неконцептуальный. Вот, поверьте мне, леваки ни на что не способны ни внутри, ни вовне. Вовне – это импотенция, внутри – это разворовывание. Поймите, главное, чтобы Америка процветала, потому что, если Америка не будет процветать, будет плохо во всем мире, поверьте мне, это точно. А чтобы Америка и любая страна – Россия, Франция, Германия, Англия, любая страна мира или инопланетная процветала, в ней должны побеждать, значит, те, кто за работающих. Не те, кто за бездельников и работающих отнимают, значит, заработанные деньги, да, я имею в виду социалюк и леваков и прочих бандитов, а те, кто поддерживает труженик. И вот правые республиканцы, они поддерживают именно тружеников. Ни террористов, ни волферщиков, ни бандитов, ни уголовников, ни нелегальных мигрантов, то есть преступников, да, а именно нормальных людей, дельных. И поэтому я поддерживаю Трампа. Другое дело, что я понимаю, что ситуация очень серьезная и отвратительная. За последние 60-70 лет в Европе и в США победили леваки не просто на уровне правительственного, а самое страшное, они победили везде в прессе, они победили в университетах. И поэтому ублюдочная издевка, идущая над Трампом в США, когда все средства массовой информации издеваются, хамят, и вообще их можно засудить за то, как они его называют, да, это позор. Абсолютно видна болезнь общества в плане того, вот это публичный допрос на дебатах, что вы там кому-то несколько лет назад своему приятелю сказали про отношение к женщинам. Это абсолютная шизофрения, идиотизм, просто идиотизм высшей марки. Это его дело, что он там, значит, кому-то говорит между собой, по телефону или лично. Его дело. Вообще в стране есть экономические и внешнеполитические проблемы. Более серьезные, чем эта ахинея. И ведущий, какая-то шавка, похожая на трансвестита, будет вякать, значит, с внешним, вообще с, так сказать, антуражем судьи и вообще следователя, да, такому грандиозному человеку, говорили вы или не говорили, как на допросе, именно в этой стилистике. И Трамп вынужден был ему интеллигентно отвечать, мучиться, да, а не ответить, как вообще следовало бы. Ну, если бы он так бы ответил, он сразу получил бы 0%, да еще бы сел в тюрьму. Понимаете? И это тоже, в том обществе тоже есть серьезные стилистические, психологические, и, в общем, я бы сказал, концептуальные проблемы. Но, я повторяю, есть люди дела, есть люди социалисты. Вот посмотрите, как идут дебаты. Обсуждают, допустим, систему здравоохранения, реформу здравоохранения, Обамовскую, Обама Кэр, да? И всем понятно, и даже сами они авторы признали, что она не работает, что она порочная. Что предлагает девочка Хиллари, бабушка Хиллари? Она предлагает улучшать вот эту порочную систему. То есть, обычный идиотизм. Вот это как улучшать совок. Как можно улучшить СССР? Он сгнил. Что предлагает Трамп? Отменить и сделать по уму. Ну, это же логичнее. Вообще, если вы хотите понять про избирателей Трампа, избирателей Хиллари, просто поглядите ролики, когда, значит, едут сторонники Трампа на очередное, значит, его выступление, какой-то сбор партии. И вот едут приличные люди на приличных автомобилях, да? И вдоль дороги, я вот недавно смотрел этот ролик, стоят какие-то дикари. Ну, просто дикари. Все с обезьянными повадками. Хотел еще один признак сказать, но это будет на 282 статью Уголовного кодекса, не буду этого говорить. Тут тоже, значит, клиника у нас. Значит, и они ведут себя реально. Они плакатиками с грамматическими ошибками похлопывают себя по заднице, значит, да, и так далее. Как-то, в общем, все ужимки и так далее. То есть, зоопарк. Причем половина из них, естественно, это нелегалы. То есть, преступники. Вот кто против Трампа. Я повторяю, я повторяю, как только правые в любой стране придут к власти, это будет гораздо опаснее и серьезнее для любого диктаторского режима вокруг. Но наши, значит, молокольные либералы, которые, ну, не знают ничего про экономику и не знают ничего про, значит, историю внешней политики США, Британии и Франции, они живут путинским телевидением. Понимаете? Так или иначе. И вот им Путин ухватил за соломинку, и они, с другой стороны, ухватились за ту же соломинку. Это же глупость, это же дурость. Да, соглашусь с вами. Аминь. Спасибо. Спасибо.